На дворе не голодные девяностые, да и каких-то знакомств иметь не нужно, чтобы купить дефицитную вкусняху, как это было с бананами и мандаринами во времена СССР. Ты знаешь, кого нужно благодарить. Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо. Однако даже великие не в состоянии сделать так, чтобы некоторые заграничные сладости появились на полках простых российских магазинов и супермаркетов. Нам остается только горевать и облизываться. Добро пожаловать на Телблугнет, и сегодня мы представляем топ-10 вкуснях, которых нет у нас. Десятое место. Батончик Виспа. Этот британский батончик мелькал в России в начале и конце нулевых. Батончик Виспа был идеальным представителем пористого шоколада, но делался он не из молочного, а из горького с добавлением натурального молока. Откусываешь кусочек, нажимаешь на него языком, и как будто пузырики лопаются. Прикол, кстати, заключается в том, что в Виспе пузырьки были самыми маленькими, соответственно, их было намного больше, чем в любой другой шоколадке. У людей просто бомбануло, когда батончик сняли с продажи. Многочисленные петиции вернули Виспу на полки европейских магазинов, откуда ее убрали по причине падения продаж. Но даже после возобновления производства у нас вкусняха начала встречаться куда реже, а потом и вовсе исчезла. Сейчас батончик продается только в Европе, но в СНГ его днем с огнем не сыщешь, а жаль, годная штука покруче даже, чем аэро. Девятое место. Конфеты Райнбол Нёрдс. Это маленькие карамельки, которые обычно закидывают в рот целой жменьей и ждут радужного прихода. Вкусы вообще все подряд. Их сначала пососешь немножко, и они мягче стали. О, мой! Специально для троглодитов место открытия поместили в угол упаковки. Конфеты можно засыпать в рот прямиком из пачки. Любителям кислятинки должно понравиться, ведь в Нёрдсах сочетается клубника с виноградом, яблоком, апельсином и лимоном. Хотя кислые они только поначалу, по мере рассасывания конфетки становятся такими, какими и должны быть, то есть сладкими. Также выпускаются пачки Нёрдсов с двумя вкусами. Вишня и арбуз, виноград и клубника, дикая ягода и персик, тропический пунш и малина. Прикол в том, что в каждой коробочке леденцов есть два отверстия с разных сторон, а сама коробочка разделена на два отдела, чтобы вкусы не смешивались. Хочешь, мешай сам, хочешь, ешь по отдельности, но, по-моему, пять вкусов сразу, как в радужном варианте. То, что доктор прописал. Пятое место. Палочки Поки. Это не та солёная сухая соломка, которую мы трескали на переменах. Поки – это бисквитные палочки, покрытые глазурью, а покрытий просто невероятное количество. Кеви, клубника, личи, апельсин, кокос, сливочный сыр, кофе, карамель, молочный мусс, мёд, банан, манго, черника. И это ещё не всё. Почи – настоящие олды. Это первая компания, которая стала выпускать такие палочки, и после этого уже подключились такие компании. Мэйджи и Латте тоже стали делать аналогичный продукт. Мало того, что палочки прямо тают во рту, они ещё и выглядят прикольно. Часть соломки оставили без глазированного покрытия, и получилась такая импровизированная ножка, за которую можно браться, чтобы не заляпать руки. В Японии Поки любят настолько, что ими украшают торты и мороженое, а в некоторых кафешках даже толкают, как полноценный десерт, просто подавая с водой. Прикольная штука, но если покупать у нас, то в специализированных магазинах стоит неприлично много, учитывая, что палочек в маленькой пачке раз-два и обчёлся. Но попробовать стоит, ибо уж больно необычная фиговина. Седьмое место. Кекс Твинки. Ароматные, мягкие, вкусные бисквиты с ванильным кремом внутри. Не зря Талахаси так огорчился, когда вместо них нашёл Сноуплс. Сноуплс! А где грёбаные Твинки? Твинки действительно культовая закуска в США, и не только потому, что часть мелькает в кино, а ещё и потому, что она была придумана целых сто лет назад пекарем старейшей пекарной компании. И когда в 2012 Твинки перестали продавать из-за банкротства фирмы-производителя, народ по-настоящему огорчился. Но уже спустя 10 месяцев кексы снова вернули на полки магазинов. Хотя, чего это я так радуюсь? У нас их как не было, так и нет. Так что продолжаем наслаждаться заварными пироженками. Шестое место. Коктейли со вкусами батончиков. Марс, Твикс, Скиттлс, Милки Вэй, Сникерс, М&Мс. За бугром всё это есть в жидкой форме. Помню ещё лет 5-6 по контакту гуляли вот такие картинки, и все мечтали попробовать содержимое этих бутылочек. Когда выпала возможность, могут сказать, что лично мне они не зашли. Потому что лишь отдалённо напоминают оригинальный продукт. Нет, это вкусно, но Марс не Марс, а Твикс не Твикс. Я бы сказала, что это протеиновый коктейль, а вот это просто какое-то сладкое молочко. Вкус Твикса я почему-то не ощущаю. Единственное, что мелкивэйским напитком сладкоежки могут разбавлять кофе. Получается неплохо. Впрочем, тоже не надейся, что ты ощутишь, как тающий молочный шоколад и взбитая воздушная нуга из натурального молока расплываются во рту, погружая в увлекательный сказочный мир сладости. Или что там пишут на бутылку? Имха просто сладкая какао. Но мало ли, что не нравится мне или ещё кому-то. Если эти коктейли продаются даже в самом захудалом европейском супермаркете, в чём проблема завести к нам? Неужели настолько дорогой продукт, что отечественный потребитель не потянет? Так нет же. Ну чё, ждём появления или по-прежнему покупаем с накруткой барыг? Пятое место. Конфеты Бин Бозлт. На ютубе эти конфеты из Гарри Поттера, кажется, уже попробовали все. Но на нашем рынке их, естественно, нет. Это конфеты. Да ладно. Здесь много разных цветов. И у одного цвета два вкуса. Один вкусный, второй невкусный. И выпасть может такой трешак, что ты ещё и удивишься, как это так? Отдал бабки, а тебя накормили чуть ли не говном с землёй. Если быть точнее, то детскими подгузниками, вонючими носками, тухлым куриным яйцом или ещё пятью вкусами, которые скрываются под видом нормального лизинца. Вот конфета оранжевого цвета. Первый вкусный, это персик. И второй, это блювотина. Чего? То есть мне на удачу может попасться или персик, или блювотина. Естественно, никто в сознательном состоянии не будет покупать столь специфичные конфеты. Но прикол Бин Бузлта в том, что это игра. Тут есть такая штучка, в которой можно будет играть. Так мы будем определять, какую конфетку будем есть именно сейчас. По-моему, нормальная тема, чтобы угореть с друзьями за посиделками. Прикинь, сколько хохм можно было бы травить, если бы твой друган отведал конфету со вкусом сопли. Нереально классная штука, но, естественно, не сравнится по вкусу с ней. Нежная. Аппетитная. Дерьмецо. Четвертое место. Фанта Виноград. Почему-то ее, как и Виспо, решили убрать с прилавков наших магазинов. И теперь в продаже есть только несчастный апельсин, груша да цитрус. Виноград был одним из самых крутых вкусов. Насыщенный, в меру кислый, в меру сладкий. И самое главное, после него не так сильно хотелось пить, как после остальных. Но, видимо, этого оказалось слишком мало для реализации фанта Виноград на постоянной основе. И раз уж мы говорим о том, чего нет у нас, то тут не грех вспомнить еще очень много других вкусов фанты. Персик, клубника, пинаколада, манго, грейпфрут, вишня. Где это все? Пи*** на гвозде. Где-где? Почему фанта, которая на фоне конкурентов выделяется как раз громадным разнообразием, у нас представлена несколькими несчастными вкусами? Да, возможно, каждый третий, если не второй, дерьмо редкостное. Но дайте хотя бы людям попробовать. Что-то есть, а чего-то нет. То есть это на самом деле не так легко найти, как... Я поняла. Как все обходилось. Третье место. Батончик киткат зеленый чай. Его ввели буквально год назад, но спустя несколько месяцев вкусняшка исчезла с продаж. Из-за чего так? Может, это была какая-то рекламная компания, может, не пользовалась особым спросом. Впрочем, нашлось немало подписчиков, которые скучают по японскому киткату. В первую очередь раскрывался молочный шоколад, потом вафли, и только после оставалось немного места для привкуса зеленого чая. Так что вкус способный оценить только трогурманы. На самом деле обидно, что киткат зеленый чай исчез с продажи, поскольку год назад казалось, что вот, появился новый экзотический вкус, значит, можно рассчитывать на пополнение в будущем, ведь в Японии более 350 видов. Ага, сейчас, добавили зеленый чай и розовый киткат, так и те убрали, довольствуйтесь тем, что есть, ну офигеть теперь. Второе место, конфеты Toxic Waste. Они считаются самыми кислыми во всем мире. Язык аж разлагается, сначала такое кислое, 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 потом еще кислее, а потом уже такое сладкое становится под конец. Это еще относительно лайтовый яблочный вкус, с кислющим арбузом вообще жесть, лицо же выворачивает. Если переборщишь с количеством, можешь даже так заговорить. Ты в первую очередь введил команду свою разработчику новой операционки под оболочки своих кирпичей. Но в том и прикол, в их невероятной кислоте. А еще коробка тут крутая, точнее не коробка, а 7-сантиметровая бочка. Но Toxic Waste, то есть отходы как-никак, классно придумали, антуражненько. Чуть ли не половина ютуба успела провести челлендж по их поеданию. Говорят, что если перед соревнованием заточить что-нибудь кислое или положить в рот немного соли, то можно щетерить и сойти за крепкого парня, которого никакие конфеты не берут. И первое место. Чипсы Crunchy Cheetos. Это не те кукурузные палочки, которые продаются у нас невероятно, пачкают руки и прилипают к зубам. Фальшивка, ебаный. Речь идет о совершенно другом оригинальном продукте, где был насыщенный сырный вкус. Хотя почему был? Он и сейчас есть. Только вот на территории Раши эту вкусняху уже лет как 10, если они больше не продают. Настоящий Cheetos, это Crunchy Cheetos. Божественные хрустящие снеки, изобретенные в далеком 48-м году в США. Экстремально сырные. Судя по тому, как активно наши подписчики упоминали ее в комментариях, Crunchy Cheetos пользуются огромным спросом. Тогда вообще непонятно, какого лешего чипса убрали с магазинов. Альтернативы им я не то, что не пробовал, даже не знаю. Вкус был по-настоящему сырный, вот прям максимально. К сожалению, так часто бывает, что убирают, а взамен шиш или какую-то фигню. Печально. Ты согласен с сегодняшним топом, или считаешь, что мы незаслуженно обделили вниманием какую-то вкусняху, которая не попала в видос? Тогда пиши об этом в комментариях, и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте, ведь там мы постоянно вместе общаемся. Проводим голосование по новым темам и орем над угарными мемчиками. Субтитры сделал DimaTorzok